Заседание открыл и провёл губернатор Алексей Русских. Глава региона начал с поддержки семей мобилизованных граждан. Для них предусмотрены социальные гарантии и льготы. Сейчас самая главная реализация всех принятых мер поддержки на местах. Это наша с вами общая задача. Ни одна семья не должна остаться без внимания. Все они должны чувствовать нашу поддержку, внимание и участие. У каждой семьи разная ситуация. И здесь, очевидно, нужен адресный подход. За семьями мобилизованных, убывших в зону специальной военной операции, были закреплены кураторы от правительства, ОНФ, региональных отделений политических партий и общественных организаций. Это большая слаженная межведомственная работа, которая в очередной раз подчёркивает наше единство перед глобальными трудностями. В Ульяновской области продолжается реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В рамках нацпроекта самозанятым ульяновцам и объектам малого и среднего предпринимательства оказывается имущественная поддержка. Во-первых, это предоставление имущества самозанятым гражданам в аренду из числа объектов, включённых в перечень государственного и муниципального имущества. Регулярно проводятся и тематические вебинары, осуществляются встречи с самозанятыми субъектами малого и среднего предпринимательства, где оказывается методическая помощь по получению. На территории Ульяновской области завершилась ежегодная всероссийская акция «Сохраним лес». Основная цель акции – воспитание бережного отношения к лесам России. В Ульяновской области общая площадь лесного фонда – 1 миллион 37 гектаров. Поэтому регион считается малолесным субъектом. Основная задача нашего министерства, основная задача области – это сохранение лесов для будущего поколения. В текущем году, в осеннем этапе акции, общее количество сеянцев, которые были высажены на территории всех лесничеств, составило 115 штук на общей площади 25 гектаров. Кроме того, хотелось бы отметить, что в рамках реализации национального проекта экологии, в части реализации федерального проекта сохранения лесов на территории Ульяновской области перевыполнены показатели по лесовосстановлению на 110%. В регионе продолжается реализация национального проекта образования. Федеральные средства освоены почти на 92%. Все предусмотренные количественные и качественные показатели и результаты достигаются. Создано два технопарка «Кванториум». И в этом году второй, и охват уже более 500 детей. Интерес к данной территории и у детей, и у родителей растет ежегодно. Создан третий центр цифрового образования «АйТи Куб». Также интерес у детей к данному направлению возрастает ежегодно. И, кстати, мы можем фиксировать, как подтверждающий факт, выбор детьми ОГЭ и ЕГЭ по информатике. На заседании обсудили ход отопительного сезона. Жители верхней террасы из Освияжского района пожаловались губернатору на перебой с теплом. Алексей Русских поручил разобраться в ситуации и исправить ее. На прошлой неделе в Ульяновской области прошла серия звонков в школы с сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах. В итоге все звонки оказались сложными. Глава Ульяновской области поручил организовать и провести в школах учебные эвакуации. За прошлую неделю ульяновцы оставили в соцсетях на 30% меньше жалоб. По информации министра Ульяновской области Натальи Мартыновой, больше всего обращений поступило по теме здравоохранения. На втором месте – проблемы ЖКХ. На третьем – вопросы соцзащиты. На четвертом – дороги. На пятом – ситуация по транспортному обслуживанию. Есть и хорошие новости. Заболеваемость коронавирусом в регионе за неделю сократилась в 1,7 раза. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Олправда ТВ.